Много новогодних подарков и открытий получают жители района в преддверии любимых праздников. Обновляются социально значимые объекты, изменяется парковый дизайн, преображаются дома и дворы, города и поселений. Свой подарок получили и жители протокского сельского поселения. С подробностями мои коллеги. Это первые пробные запуски кулис в Доме культуры протокского сельского поселения. Руководитель поселения Владимир Симоненко продемонстрировал их главе района Роману Синеговскому. Ведь новая одежда сцены, а также абсолютно новые удобные кресла появились здесь в канун новогодних праздников благодаря участию протокского поселения в федеральной и краевой программе по улучшению материально-технической базы учреждений культуры. СДК уже полностью готов к праздничным мероприятиям, и это будет лучший подарок жителям к Новому году. Осмотрел глава района и начавшийся ремонт на стадионе «Урожай». Но главная цель визита – участие в торжественном мероприятии, приуроченном к открытию после капитального ремонта спортивного зала школы имени Владимира Викторовича Симоненко. При поддержке главы муниципального образования Романа Ивановича Синеговского, начальника управления физико-культуры Перещепа Александра Николаевича, мы заменили пол здесь. Здесь будут тренироваться наши рейхбисты, волейболисты, проводиться разного уровня соревнования, то ли краевого, то ли районного масштаба. Я думаю, сейчас, глядя на этот спортзал, мы увидим результаты хорошие. Мероприятие решили приурочить к проведению открытого турнира по волейболу среди девушек 2004-2005 годов рождения. Участие в нём приняли 8 команд района. На торжественном построении спортсменов приветствовали почётные гости. Глава района Роман Синеговский, начальник управления по физической культуре и спорту Александр Прищепа. Ставим задачу перед собой, чтобы у нас была возможность спортом заниматься не только в городе. Там, я уже считаю, у нас достаточно спортивных сооружений, с учётом того, что мы построили новые объекты. Но и в сельской местности наши дети ни в коем случае не должны были быть обделены. И вот на сегодняшний день сделали капитальный ремонт. Вы видите, какие полы мы сегодня имеем. Значит, решётки на батареи, часть ремонта выполнена по поводу дверей. Я считаю, что это большое дело, серьёзное. Работа выполнена очень качественно. Я сам это вижу, мы посмотрели. Поэтому надеемся, что будем создавать новую спортивную базу везде, где в этом есть сегодня необходимость. Рулонное покрытие, которое было использовано на этот раз замен старого из досок, это совершенно новый подход к делу об устройстве спортивных объектов. Он обеспечивает минимальное количество стыков, препятствует скольжению и, конечно, смягчает падение. Очень красиво сделано и очень приятно посмотреть. И очень будет интересно здесь тренироваться. Спасибо главе за новый зал. Игры были напряжёнными. Команда «Белара» тренер Александр Вожжов, «Уралочка» тренер Татьяна Плакса и «Кубриз» тренер Татьяна Иванова получили кубки за первое, второе и третье место соответственно. Мария Климова, Александр Костицын. Программа «События». Продолжение следует. Продолжение следует...